Дай почитать. Дай почитать. Земля третья от Солнца планета и пятая по массе. Казалось бы, она ничем с точки зрения астрономии не примечательна, но на ней есть жизнь и разум, и это делает нашу голубую планету уникальной в галактике и во всей наблюдаемой Вселенной. В книге много интересных фактов и цитат известных писателей-фантастов. Любопытно, но ни один астроном на протяжении своей жизни не сможет наблюдать смену всех времен года на Нептуне. Ведь годовой цикл этого ледяного гиганта захватывает 165 земных лет. Так, в 1960-х годах в южное полушарие планеты пришла весна. В 2005 году здесь началось астрономическое Нептунское лето. А еще астрономы не могут наблюдать эволюцию отдельных звезд от самого момента их рождения до смерти, взрыва или остывания, поскольку даже самые короткоживущие светила существуют миллионы лет, а это намного больше времени жизни человеческой цивилизации. Современную классификацию галактик предложил Эдвин Хаббл в 1930-х годах. Его схема за характерный вид получила название Камертона Хаббла. О черных дырах читатели или слышали, или читали, но как понять суть этих таинственных провалов? Взрыв сверхновой далеко не всегда образует именно нейтронную звезду и может породить один из самых загадочных объектов нашего мира – коллапсар или черную дыру замерзшей звезды. Любая материя, попавшая в черную дыру провала пространства-времени, навсегда исчезает из нашей реальности. Звезды, перешедшие критический предел своей массы, как бы проваливаются внутрь самих себя, навсегда превращаясь в черные овалы застывших звезд. А белых дыр столько же, сколько и черных. Это космические вулканы, которые выбрасывают поглощенную черными дырами материю, порождая новые вселенные. Просто фантастика, дорогие слушатели, этот путеводитель по вселенной Олега Файга. До новых встреч!